Ой, ну как же мне себя-то тут вам показать-то, боже мой, как сложно. Прям красиво, е-мое, иногда бывает. Кстати, знаете, что это такое? Это торт такой, хэппи-безды. На руку, знаете, попробую. Вот такие вот веточки. Пожалуйста, не забывайте, друзья, ставить лайки на просмотрах. Я когда-то участвовала в этой вот I love white walk. Посмотрите, друзья, это же я попала на камеру, боже мой. Снова всем привет, друзья. Вспомнила, вспомнила песню. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. А у меня, ура, ура, я сегодня встречусь с вами. С моими друзьями дорогими. И с утра я рад. А рад я почему? Сейчас вам расскажу. Вы знаете, так случайно получилось интересно, что я нашла себя на старом видео. А видео не мое. Это снимала у нас газета Candy Press, английская. Но давайте я вам расскажу обо всём всё-таки по порядку. А вот так начиналась эта прогулка пешая в 2012 году. Представляете, как это было давно. Но, как ни странно, я участвовала всего лишь однажды в такой прогулке, как я вам уже рассказывала. Я хотела вам давно рассказать. Это было очень интересно. Вот видите, я такая красотка попала на камеру. И я очень-очень этому рада, потому что это видео я вам нашла. Естественно, также в интернете. Если кто хочет посмотреть полностью это видео, то я вам опять же ссылочку внизу дам. И что хочу я сказать, прервалось, то, что вот именно в 2012 году было наибольшее количество участников. Вот этот вот марафон вот такой проходил. И участников было 10 с половиной тысяч человек. И, как говорят, что, учитывая то, что каждый старался взять ещё с собой какого-то друга, и потом с детьми все шли, с собаками многие, ну и получилось так, что порядка даже 12 тысяч человек участвовало в этой замечательной прогулке. И прошли мы, ни много ни мало, друзья, 18 миль. Мы начали с Карелсбрук, возле Ньюпорта, неподалёку. Вот я вам показала. И дальше прошли через весь остров и дошли до самых, до Нидлс, фреш-вода. И нужно было там, вы знаете, отмечаться. Где-то буквально через каждые, наверное, 3 мили стояли такие вот пункты. Останавливаться можно было там, попить воды. И нужно было там обязательно сделать отметку. У меня, кстати, тоже вот эта бумажка с отметкой Ми на всех пунктах, она тоже была. Иначе бы я медаль не получила. Потому что как-то англичане, как говорится, доверяли людям, но проверяли всё-таки. Вот. И медали давали только тем, у кого были поставлены отметки, что он прошёл всю дистанцию. Ну, вы знаете, много было молодых. И я уже смотрела, когда мы проходили практически последние там километры, то надо было идти в гору, потому что вот этот вот конец Тотланд-бэй и Нидлс, они очень на высоком холме таком. И особенно то, что мы уже устали, понимаете, было очень сложно. И я видела, как многие, даже молодёжь, сходили с дистанции. Девчонки ревели, падали там просто на траве. И говорили, что хочу медаль, но дойти не могу. Ну, и у меня, конечно, осталось очень тоже приятное впечатление. И каково же было моё удивление, когда я... Я вообще знать не знала, кстати, и никогда я не искала. И не знала, что Канти Пресс сняли вот это видео 8 лет назад. Ну, именно в то время, в 2012 году. Я для вас стала его искать, и представляете, вдруг я там вижу себя. А потом, как я могла на камеру попасть? Там, конечно, совсем буквально несколько секунд. Я специально сделала там замедленную съёмочку. И чтобы хотя бы вы меня там увидели и узнали такую смешную. Я-то себя, конечно же, сразу узнала. Вот. Ну, и мне приятно было, вы знаете. И я уже даже всем своим друзьям разослала. Что, представляете, я нашла вот такие вот старые кадры из своей здесь английской жизни. Меня это почему-то порадовало, друзья. Сейчас бы я, конечно, уже ни за что не пошла, ни за какие коврижки. Поэтому вот эта вот маленькая медалька, она мне очень дорога. Вот как память, да? Сегодня у нас четверг, 8 октября. Погода сейчас плюс 15. Ночью очень холодно. Ну, в общем, осень уже вовсю вступила в свои права. Хотя я показываю вам вот этот лес. И странно, вы видите, он зелёный. Не знаю, почему так происходит, но здесь вот такой вот золотой листвы, которую мы привыкли видеть в своих лесах осенью. Багряная осень, золотая осень, говорят, да? Вот наши леса вот так обычно выглядят осенью. А здесь почему-то нет таких красок. Всё, видите, зелёное абсолютно. Так вот, похолодало. И так же каждый день идут дожди. Кто-то говорил мне, что любит дождь. Ну, вот у нас сегодня дождь целый день, друзья. Такой сильный зарядил. Возвращалась. Ливень такой был, что даже не видно ничего. Стёкла не успевают дворники очищать. Вот сейчас приехала. Вот видите, под своим любимым куполом иду домой. Ну и погодка. Дома моего опять затеяли ремонт, посмотрите. И вот, который раз уже ремонтируют. Как только начинают ремонтировать, так попадают под дождь. Здесь, вот вы знаете, ничего же, в принципе, хорошего-то не получится. Вот латают эти дыры, так же, как у нас практически в России. А я хочу вам показать. Вот смотрите, видите, до сих пор ещё не убрали. Вот эту вот возле моего дома надпись, что он продан. Сейчас покажу вам с другой стороны. Вот он мой домик. И вот она вывеска. Домик. Какой был, такой и остался. Вот он, красавчик. Второй этаж, моё окно. Не только окно, а полностью весь мой второй этаж. Липо закрывает немножко. Здесь, посмотрите, ещё раз покажу вам забор. Весь зарос плющом. Даже уже и идти-то неприятно здесь по тропинке. Видите как. И никто не срезает, никто не чистит. За всем этим должен ухаживать наш лендлорд. Но ничего подобного не происходит. Никто ничего так не делает. Что по поводу моей квартиры? Что по поводу покупки? Я немного уже рассказала. Но опять спрашивают у меня. Время прошло. Может быть у вас что-то новое по поводу вашей квартиры? Что новое? Рассказываю. Значит, я приостановила, как я вам сказала, все свои поиски на зиму. Потому что всё-таки уже октябрь месяц и дожди. И как-то неинтересно уже что-то такое ходить, смотреть. И насколько я знаю, вообще зимой приостанавливаются все просмотры. И выставляется очень мало на продажу. И покупателей тоже мало. Так вот, вы знаете, меня удивило то, что мне вдруг стали из агентств, в которые я обращалась, и которые мне показывали квартиры свои, они вдруг мне стали все писать, а нашла ли я что-то или всё-таки ещё не нашла. Если ещё не нашла, то они хотят мне сказать, что вот некоторые те квартиры, которые мы смотрели вместе, на них цена снижена. Не хотела бы я опять посмотреть эти квартиры и подробнее узнать. Ну и я, конечно же, спросила, ну а что там, какие квартиры, и насколько снижена цена. И мне показали вот квартиру с красной дверью, как у меня её называют мои зрители, мои друзья, кто смотрел мои показы квартир. Квартира с красной дверью в райде, Довар-стрит. Там такая современная модернованная кухня. Вот сейчас покажу вам кусочек, вы вспомните. Найс-найс-брайд-ром. Да, 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 да. А, большой. Да. И это ю. Это спальня. Вот такая. Первый этаж, и не андеграунд, как у них обычно. Вот, эта квартира, я даже не помню, она, по-моему, стоила 117. Они сейчас её предлагают за 110. Наверное, именно для меня узнали, за сколько я свою квартиру продала. Предлагают за 110. Я что-то даже напряглась опять. И ещё одна квартира в райде, точно так же. За 90 её продавали. Там такая одна комната, полки, полки, полки кругом. И маленькая кухонка. Вот я стою у входа, в самый-самый вход. Говорят, что эта комната 25 метров, а всего квартира 30. С маленькой кухонкой. Так вот, эту квартиру они опять тоже снизили на 5 тысяч. И предлагают, предлагают. Вот, наверное, то, что мы с вами и говорили. То, что я и предполагала, что цены начнут снижаться. Был дикий скачок в июле, в июне, в июле месяце из-за коронавируса. А сейчас цены пошли на убыль. Я по второму разу, конечно, смотреть не пошла. Но потому что я их помню хорошо. Квартиру, студию за 90, которую сейчас за 85 предлагают, я не хочу покупать. Потому что там электроотопление, такое же, как у меня. В принципе, зачем? Ну и вообще, вы знаете, я даже вот на эту Доверстрит. Мне она когда-то очень понравилась, когда я первый раз ее смотрела. А сейчас вот они снизили цену. И, знаете, тоже как обычно. Когда сам спрашиваешь, я, по-моему, даже тогда им 115 предложила. Они не захотели. А теперь они, поняв, наверное, что им не удастся продать за такую цену, цена, понятно, завышена. И поэтому они вот сейчас вот уже снизили. Ну, а я уже в раздумьях. Так что вот такие, друзья, у меня дела с покупкой квартиры. Пока никаких дальше изменений нет. Сидим, ждем. Кстати, посмотрите, часто можно встретить в лесу в английском. Это терен. Такая ягода. У нас она тоже растет. У меня ее сестра очень любит. Она вяжет во рту очень сильно, что язык не повернуть. Но на любителя, как говорится. Прям красивое мое иногда бывает. Обожаю по лесу гулять, вы же знаете. Ну и, друзья, опять же, спрашивают у меня. Вот я стараюсь отвечать на те вопросы постоянные, которые часто звучат. Ну и спрашивают, конечно же, у меня, что вы не рассказываете про Мартина? А почему? А что там такое с той квартирой, которую вот вам Мартин предложил? У меня называется видео. Сейчас вам опять всплывет. В правом верхнем углу называется «Квартира мечты». Что хочу сказать по поводу Мартина? Ну, во-первых, все с Мартином в порядке, все нормально. Мы с ним общаемся, как и общались. Время от времени встречаемся. Все наше общение продолжается, чему я очень рада. Постоянно рассказывать об этом. Тем более, вы знаете, что он не любит. Ну, вот так вот как-то, да. Потом я еще, вы знаете, что «Боюсь сглазить» тут называется. Потому что уж все так подряд рассказывать. У меня бывают с ним такие прекрасные, знаете, дни, что просто мы счастливы вдвоем. Но я не хочу об этом говорить постоянно, понимаете, это так. Что касается той квартиры, если уж я вам начала про все квартиры рассказывать, то расскажу и про ту квартиру тоже. Я была в этой квартире, конечно, очень увлечена. Я хотела ее серьезно купить. Несмотря на то, что она стоила 120 тысяч, это для меня дорого, неподъемно. Но, тем не менее, можно было, конечно, тоже эту цену снижать. И я им сделала предложение на 115 тысяч. Подумала, что, может быть, они это как бы согласятся. Но оказалось, что они не то, что не согласились, а они вообще даже сняли эту квартиру с продаж. Вот это вот интересно. Они ее буквально через две недели вообще сняли с продаж. И она теперь нигде не фигурирует. Если вы посмотрите Rightmove, этот вот сайт, то там этой квартиры уже нет. По желанию продавца квартира снята с продаж. Вот такие вот тут у нас новости. Всем спасибо, друзья, кто досмотрел до конца мое видео. И вам, если слышно, как поют птицы, я буду очень рада. А я пошла гулять дальше, слушать птиц в лесу. И жить каждым прекрасным днем. Желаю вам всего доброго. Берегите себя. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok